Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Шмот, книга Шмот, Среда. Вы знаете, давайте поговорим о важных вещах. Важных и немножечко серьезных. Важнейший урок, который можно вынести из этой недельной главы, как, впрочем, из всей жизни, Творца не перехитрить. Ну, и есть еще более сильные слова от царя Шлома, много замыслов в сердце человека, а сбудется только предопределенное Всевышним. Вот это надо понимать. Наши мудрецы говорят, что когда фараон начал все свои действия по убийству евреев, он опасался, прежде всего, избавителя евреев. Ему звездочеты сказали, что родится избавитель, который спасет их от египетского ига. И фараон решил, что сделать, ухитриться, и сдал указ утопить всех еврейских владенцев в мире. Однако, как можно обхитрить Творца? Обратите внимание, как сказал царь Шлома, «Нет мудрости и нет разума против Бога». Пишет Рахмаль, выдающийся мыслитель еврейский, в книге «Да, твунот». Ни одно из его созданий не может противостоять ему все их укущения, ложь, и не помогут они им, ведь он господин всего, и нет никого, кроме него. Фараону не только не удалось воспрепятствовать избавление евреев. Напротив, обратите внимание, он сам своими действиями способствовал этому. Тем, что он утяжелил работу евреев, он способствовал тому, что они воззвали к Творцу, и, наконец, он услышал их. А тем, что он приказал бросить еврейских младенцев в Нил, способствовал тому, что его дочь, когда шла к Нилу, увидела корзинку с Маше, я взяла его в дом фараона, где Маше и вырос. Выходит, что фараон сам вырастил Маше в своем доме. И так все желания безумцев, касающихся планов, желающих помешать Всевышнему, они не только не преуспеют, но и, как выяснится, в конце концов, будут всеми своими действиями способствовать планам Бога. Кстати, об этом говорил Йо в книгах. Он вращает круги по замыслу своему. Рахмаль пишет, что когда откроются наши глаза, что никакие изощрения грешников не только не помогут им помешать планам Творца, но и наоборот будут способствовать им. И мы увидим единство Творца вот именно тогда, что от Запада до Востока никого, кроме него, не существует. Интересно, что самая большая, возьмите там, катастрофа Второй мировой войны послужила средством преодоления американской экономикой депрессии предвоенных лет, заставила работать на всю катушку и, в конце концов, способствовала превращению Америки в одной из самых мощных стран мира. И именно там была создана после войны крупнейшая еврейская община. Да, принесла война колоссальную катастрофу еврейскому народу. Холокост. Но что мы знаем о том, кто погиб в это время? Об их положении на небе, куда они вознеслись? Вы понимаете, мы видим мир через замочную скважину своей маленькой жизни. Самая большая влиятельная еврейская община в истории жила в Испании. В 5252 году она была изгнана целиком. Просто изгнана 2 августа. 3 августа король Испании, который наконец сказал, что победил евреев, отправил на конфискованную у них деньги экспедицию Колумба, которая открыла Америку. Вы понимаете, как это все в мире сделано? Есть очень сложная для нашего человеческого разума каббалистическая формула, и звучит она так. «Чтобы задумался и поверил цельной верой, что ничто плохое не спускается свыше. И все, что делает милосердный, делает добру». Это написано в трактате «Броход». Для блага ли души, для блага тела, а все, что нам кажется плохим, Всевышний задумал к добру. Иногда это становится явным человеку, и тогда он говорит, «Благодарю тебя, потому что ответил мне, был моим спасителем». А иногда становится сокрытым, когда наверху хотят, чтобы человек получил страдания, чтобы спасти его от смерти, его душу от спуска в геном и так далее. Понимаете, этот мир не так прост, как нам кажется. Нам маленькая песчинка думает, что она все знает. Все в этом мире в руках Творца. Некоторым правителям он открывает свой путь, или некоторым людям, значит. Например, Хафицхайм сказал, Хафицхайм, в те времена российские коммунисты продержатся у власти 70 лет и рухнут. В точности повторив вавилонское изгнание. Написано, исчезнут сами собой. Могучая коммунистическая партия, которая была тогда, исчезла сама собой, не оставив следа. Мы должны помнить, что Бог управляет всем. Я расскажу короткую историю. В 50-м году Равин Игуда Гехт зашел знакомую семью навестить. Видит они в очень печальной, огромной печальной лицах. Он говорит, что случилось? Он говорит, мы хотели иметь детей, но обследование закончилось. И сегодня врач сказал нам страшные слова, что ни одного шанса у нас нет. Равин говорит, да подождите, поехали к моему ребе, сейчас поговорим. Это был ребе Йосиф Искак, это было за 5-6 дней до смерти они приехали. Они приехали к нему, он сумел добиться встречи, тяжело уже было принять ему, он был очень болен. Йосиф Искак, он говорит, были у врачей? Он говорит, были. Они сказали, что все безнадежно, шансов нет. И Рэбе начал рыдать от смеха. Он был болен, недуг приценял ему огромные мучения. Он знал, что ему осталось жить несколько дней. И все равно, тем не менее, смеялся от души над теми, кто считал, что на этом свете нет места надежды. Он посмеялся, а потом сказал, раз врачи сказали, что шансов нет и они не могут, это дело ложится на плечи Всевышнего. И пожелам гостям родить здоровое потомство. Так и произошло. Так, наверное, хозяин мира смеется над всеми уловками лжи, над уловками зла. Долго и от всей души. Он знает, что главный рецепт этого мира, надо верить в Бога и стараться играть в его команде. Когда Авраама Линкольна, американского президента, когда-то в Конгресс спросили, надеюсь, что Бог на нашей стороне, Бог ответил так, а я надеюсь, что это мы на стороне Бога. Вот давайте быть на стороне Бога.